Российские команды и пилоты пока не часто выигрывают мировые гоночные серии. Но прошедшие в Италии первые международные автоспортивные игры, по сути, автомобильную олимпиаду, мы в командном зачете выиграли. Как могут выглядеть обновленные Hyundai Creta и Solaris? Об этом намекнули модернизированные в Китае Hyundai AX26 и Verna. Банк России представил новое мобильное приложение помощника Saga, которое позволит оформлять ДТП по Европротоколу. В Москве завершилась экспедиция вокруг света на Буханке, участники которой обогнули планету на микроавтобусе УАЗ. А в Санкт-Петербурге развернулось производство новой Toyota RAV4. Все подробности в нашем репортаже. На итальянской трассе Валелунга прошли первые международные автоспортивные игры. На автодроме гонялись болиды Формулы 4, машины категории GT, кузовные автомобили, дрифт-кары и карты. В общем медальном зачете российские гонщики заработали три награды и возглавили итоговую таблицу. Пилот туринга Клим Гаврилов стал лучшим по итогу двух гонок, победив в субботни и став вторым воскресеньем. Это просто безумно приятно стоять на подиуме на первых олимпийских играх. Это очень крутое ощущение. Илья Федоров, пилот российской дрифт-серии «Восток», стал третьим в своей дисциплине. Еще две бронзы добыли в картинговом с лалами Олеся Ващук и Владислав Бушуев. Хочу сказать, что было очень сложно, но мы вырвали третье место у Португалии и мы очень этому рады. Подиум на таком мероприятии это дорогого стоит и я думаю, это, наверное, самый главный подиум пока что в моей жизни. С соперниками россиян на играх были сборные из 50 стран мира. Компания Kia привезла на выставку China International Import Expo в Шанхае концептуальный кроссовер Futuron с автопилотом четвертого уровня. В названии зашифровано не только future, будущее, но и слово on, то есть включено. Включать предполагают электрическую силовую установку из четырех мотор-колес и большого аккумулятора под полом. Характеристики нас пока не должны волновать, ведь концепт-кар демонстрирует дизайн. Вместо фар и решетки радиатора тут сложная комбинация диодов. С одной стороны, система названа Star Cloud, потому что дизайнеры вдохновлялись туманностями ночного неба. А с другой, специально для китайской публики, чешуйки вокруг световых элементов будто бы изображают чешую дракона. В таком же стиле выполнена отделка дверей и дефлекторы вентиляции. В беспилотном режиме руль убирается, а множество экранов расставлено от двери до двери, по всей передней панели и даже на рулевом колесе. Новую Toyota RAV4 уже можно заказывать у российских дилеров. И съемочная группа канала Автоплюс прямо в эти дни проводит ее тест-драйв. А мы же приехали в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии запуска производства. Фактически, конвейер запущен больше месяца назад. Но официальную церемонию решили отложить. Ведь дилеры принимают заказы только с прошлой недели. А презентации машин для клиентов начнутся 16 ноября. RAV4 приехал в Россию на полгода позже, чем в Западную Европу. А от США мы отстали почти на год. Топ-менеджеры Toyota объяснили почему. Новое поколение RAV4 построено на инновационной платформе TNGI, имплементация которой потребовала новых технологических решений и адаптации производства. На модернизацию всех цехов уже потрачено почти 5 миллиардов рублей. А летом Toyota подписала с правительством Петербурга специальный инвестиционный контракт, по которому производитель вложит в предприятие 20 миллиардов. А это сопоставимо с постройкой нового завода. Ведь за 12 лет инвестиции Toyota уже составили 30 миллиардов рублей. Государство обещает не остаться в стороне. Мы вкладываем большие миллиардные деньги в инфраструктуру промышленных зон. И руководство Toyota тоже за 10 лет практически инвестирует 20 миллиардов рублей. Мы для сотрудников Toyota сделали большой подарок. И в начале октября запустили станцию метро Шушары. Toyota часто упоминает свой российский филиал в европейском контексте. Например, уверяют, что наш рынок один из ключевых в Европе. А Петербург – это единственное место, опять же в Европе, где выпускают седаны Camry и кроссоверы RAV4. Логично предположить, что российские RAV4 нужны на всем континенте. Но нет, в Западную Европу идут машины японской сборки. Питерские же кроссоверы в первую очередь предназначены для нашего внутреннего потребления. А экспортные 10% поглощают ближние зарубежья, вроде Белоруссии и Казахстана. За все время присутствия Toyota в России мы продали 370 тысяч RAV4. Более 100 тысяч из них произведено здесь, в Санкт-Петербурге. Напомним, что основанный в 2007 году завод поначалу выпускал только седаны Camry. А RAV4 прописался в Петербурге лишь три года назад. В пятом поколении кроссовер лишился дизеля, а в списке комплектаций больше нет варианта с полным приводом и механической коробкой. Зато кузов стал жестче, а центр тяжести ниже. На выбор нам предложены атмосферные бензиновые четверки. Первая сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором, а мотору 2.5 положен восьмиступенчатый автомат. Капоты крылья у нового RAV4 выполнены из алюминия. Мы освоили новую технологию – сварку трением. Установлено новое оборудование по проверке качества этой сварки. Улучшены и некоторые процессы, связанные с антикоррозийной защитой кузова. Уровень локализации здесь составляет около 30%. По меркам других российских автозаводов это немного. Согласно Спику, Toyota обязалась локализовать в России новые компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки и выхлопную систему. Ну вот торжественная церемония завершена, и мы в буквальном смысле едем вдоль линии сборки. Ежегодно в Санкт-Петербурге собирают около 35 тысяч кроссоверов RAV4. Это вторая по популярности модель Toyota в России, а всего завод рассчитан примерно на 100 тысяч машин ежегодно. Производственная система Toyota – это целая философия, которую заимствовали многие мировые производители. В ее основе лежат эффективность и безопасность. Но чтобы понять суть, лучше пользоваться оригинальными терминами. Например, принцип «Канбан» означает отсутствие гигантских складов. Все необходимое доставляется малыми партиями и сразу в нужную точку. Посмотрите внимательно. Стеллажи с запчастями расставлены вдоль конвейера. Детали приводят мини-поезда или беспилотные тележки. Каждый стеллаж устроен по принципу каракури. Это простые усовершенствования, которые внедрили сами рабочие. В данном случае запчасти практически не нужно таскать вручную. Они сами скатываются по салазкам. А если в цеху вдруг зазвучала забавная мелодия, как из винтажной компьютерной игры, значит, кто-то нажал кнопку «Андон» и вызвал бригадира. Едва ли не главным признаком современного производства принято считать обилие роботов. Но у Тойоты не так. Дело в том, что в любой нештатной ситуации сотрудник-человек обязан нажать тревожную кнопку или дернуть за шнур. Эта система называется «Андон». Так вот, заставить робота это сделать в нужный момент довольно проблематично. Тем не менее, построенные на новой платформе Камри и РАВ-4 потребовали повысить уровень автоматизации. На заводе установлено 133 новых робота. В 2007 году, когда мы запустились, у нас было там, можно сказать, что один робот на всю сварку. Был полностью ручной процесс. Полностью. Сейчас автоматизация достигла 80%. То есть уже линия сварки дверей, линия сварки мейнбоди и линия подсбора тоже уже автоматизируются роботами. При этом максимальную загрузку на роботов мы стараемся давать, чтобы минимум была нагрузка на сотрудники. К слову, нынешнее поколение Toyota Camry, запущенное в Петербурге в прошлом году, тоже основано на современной архитектуре TNGA. Абсолютно новая платформа подразумевает сборку узлов и агрегатов. То есть локация сборки на линии тоже изменилась. Например, радиатор раньше устанавливался на линии трим, сейчас устанавливается на линии сборки передней подвески. То есть доставляется совсем с другой стороны завода. Любой запуск новой модели подразумевает длительный период подготовки. Это подготовка оборудования, написание новых процессов для сборки. Потому что процессы полностью поменялись практически на 90%, потому что новая архитектура. На заводе сейчас высокий сезон. Каждый день с конвейера сходят 360 автомобилей. Соотношение между моделями меняется ежемесячно, в зависимости от спроса. Сейчас 60% выпуска приходится на новый RAV4. Интерес к новинке легко объясним. В нынешнем году Toyota выпустила в Петербурге 34 с четвертью тысячи кроссоверов. А в этом году рассчитывает сделать на тысячу больше. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова